Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Сегодня спикер парламента Карачева-Черкесии, руководитель Единой России в регионе Александр Иванов провел прием граждан. С просьбой о помощи обратилась Светлана Байрамкулова, председатель правления благотворительной общественной организации «Мой Ангел». Она занимается социальной поддержкой, защитой и реабилитацией детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Байрамкулова рассказала, что сотрудничество с региональным отделением Единой России активно ведется в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Но с апреля этого года организация расширила целевую аудиторию и теперь работает не только с детьми, но и со взрослыми пациентами. В связи с этим необходимо дополнительное медицинское оборудование, самостоятельное приобретение которого не под силу организации. Так как сумма составляет порядка 400 тысяч рублей, Александр Иванов пообещал включить решение этого вопроса в список первоочередных. С просьбой помочь разобраться в ситуации обратилась жительница Черкеска, проживающая по переулку Одесскому. Она от лица жильцов многоэтажного дома пожаловалась на незаконное, по их мнению, строительство в пределах придомовой территории. Спикер дал поручение проверить законность действий частного лица и держать вопрос на контроле. Было также рассмотрено обращение о трудоустройстве гражданина, который обратился с жалобой на нарушение указа президента России, о том, что человек, который отбывал наказание за совершение преступления, искупивший свою вину участием в СВО, амнистирован и имеет право на трудоустройство по профессиональному профилю. Вопросом займутся юристы. В День России в городах и районах Карачаева-Черкесии состоялось множество интересных мероприятий, концерты, тематические флешмобы и акции, спортивные состязания, мастер-классы, в которых жители региона приняли самое активное участие. Также 12 июня торжественно вручили паспорта юным жителям Карачаева-Черкесии. Каждый из них достиг значимых успехов в учебе, творчестве, спорте, культуре и общественной жизни. Основные праздничные мероприятия в Черкесии проходили в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Активисты и волонтеры Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии и движения «Первых» провели флешмоб, исполнили гимн и развернули флаг России. Праздник объединил многонациональные народы нашей республики с яркой культурой и традициями под единым триколором нашей державы. В День России в Республиканском перинатальном центре чествовали новорожденных малышей. 12 июня на свет появились пять девочек и один мальчик. Но, по словам врачей, до конца дня ожидали еще пополнения. Они получили самый первый документ в своей жизни, свидетельство о рождении. Наши бойцы успешно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Житель поселка Медногорский Урупского района Анатолий Сорокин принимает участие в СВО с 2022 года. По приезде в отпуск с ним встретился Али Баташев. С нацизмом боремся, что сделать. Надо заканчивать уже, чтобы мир и порядок пришел в страну. И как бы обезопасить уже и детей, и стариков. Анатолий назвали в честь деда, который воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Анатолий Сорокин был мобилизован в 2022 году. Мог отказаться от участия в спецоперации, имя для этого законные основания, но не стал этого делать. Сейчас он наводчик артиллерийского расчета, звания рядового. Своё боевое кричение он получил в первом бою, когда группа попала под артобстрел. Любому человеку страшно. Нет такого человека, да, бесстрашно. Страх всегда присутствует. Первый раз вообще даже и непонятно, и страшно было. А потом уже, соответственно, адаптируешься, привыкаешь уже, понимаешь, куда стреляет арта. Да, да, прислушиваешься, уже и место выбираешь такое, что, ну, более, да, такое перспективное, так скажем, менее заметное, менее как бы обстреливаемое. Одно из самых тяжёлых испытаний для бойца – тоска по родным. Любому важно чувствовать их любовь и поддержку. Анатолий воспитала бабушка Галина Владимировна Тищенко. Самым радостным событием для неё стала возможность увидеть любимого внука в отпуске. Ой, ребята, держитесь, милые мои, вот приезжали они в отпуск с ребятишками тоже, обнимают меня, бабушка, мы вернёмся, мы вернёмся. Ну, конечно, дай бог вернулись, чтобы все. Ну, ваш прогноз, вот, победа за нами будет? Конечно, победим. Куда мы денемся? Дожмём. Уверен, да вы? Да. Указом президента России Владимира Путина Анатолий Сорокин награждён медалью Жукова за особые отличия, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Урупский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, температура ночью 14-19, в горах до плюс 12 и днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днём 29-31 градусов тепла. Продолжаем выпуск и возвращаемся ко Дню России. Праздничным концертом завершился значимый для нашей страны праздник. Из амфитеатра Черкеска Дарья Тендит. Ежегодно этот день жители республики встречаются с особыми эмоциями. Зрители собирались возле амфитеатра ещё до концерта. Каждому пришедшему на мероприятие раздавали флажки и ленточки, символизирующие единство нашей большой и великой страны. Россия – наша родина, наш дом, и мы её очень любим, отмечают жители. Очень люблю свою страну. Россия для меня – это всё, это моя жизнь. И Россия навсегда в сердечке. Такой яркий праздник мне очень нравится. Мы очень ждём всегда этот праздник, потому что это действительно праздник. И настроение, конечно, хорошее, летнее, праздничное. День России – это с большой буквы наша родина. Мы должны её чтить, мы должны её ценить, чтобы у нас было мирное небо. Торжественное мероприятие открылось по звучанию гимнов России и Карачаева-Черкесии, а после для зрителей концерта выступили артисты Госфилармонии. Зал наполнялся звучанием любимых мелодий и патриотических песен о любви к России и к нашей малой родине. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Порадовали зрители и зажигательные национальные танцы. Песни в исполнении известных солистов республики и юношеский хор активистов движения «Первых». Все гости концерта от мала до велика, размахивая флагами, с удовольствием подпевали знакомые песни и танцевали. Аплодисменты после каждого номера не утихали ни на секунду, наполняя пространство афитеатра волнами эмоций и радости. Настроение просто замечательное, шикарное, концерт посвятительный, такие эмоции, просто слов нет. Поздравляю всех жителей республики с Днем России. На протяжении всего концерта сохранялась праздничная атмосфера, наполненная патриотизмом и отличным настроением. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Спортивные состязания борьбы – неповторимый дух. В Черкесске прошло открытие регионального этапа всероссийских президентских соревнований среди школьников. Поддержать будущих чемпионов пришли почетные гости, руководители общественных организаций. Подробнее – Майя Хамдохова. Школьный спорт – как место силы для детей. Именно там закладывается спортивное воспитание, здоровый образ жизни и стремление к победе. Поздравить участников с торжественным открытием пришли почетные гости. Заслуженные мастера спорта, представители общественных организаций, руководители отделов образования и судей соревнований. К пожеланиям спортивных побед и высоких достижений присоединилась Инна Кравченко, министр образования и науки Карачаева-Черкесии. Спортивные успехи – это успехи в жизни. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом. И сегодня я желаю, чтобы золото спортивного состязания, президентского состязания досталось самой сильной, ловкой команде. С праздником, дорогие ребята! Всего в соревновании участвовали более ста школьников из разных населенных пунктов республики. Командам предстояло пройти несколько испытаний. Теоретический конкурс, эстафетный бег, спортивные многоборья и подвижные игры. Участвует класс команды с каждого муниципалитета. Всего у нас 12 муниципалитетов, учитывая городские округа. Участвуют класс команды городские. У них отдельный зачет, три команды и сельские. В городских командах участвуют 12 учеников, сельских – шесть. Во славу спорта и во имя чести своих команд участники состязаний давали торжественную клятву. Я обещаю, что мы будем участвовать в президентских состязаниях, уважая и соблюдая правила, по которым они написаны. Победителями президентского спортивного состязания стали команды Черкеска, Карачаевска и Усть-Джигуты, а также сельские команды Ногайского района, Хумары и Аула-Энжичикон. Призеры регионального этапа получат путевки на соревнования, которые пройдут в детском центре «Орленок». Там будет для вас представлена прекрасная программа. В течение трех недель вы будете выступать на соревнованиях, будете участвовать в мастер-классах и, думаю, с достоинством будете защищать честь своей республики. Президентские состязания – это самые массовые соревнования у нас в России. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубока, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Яркие эмоции, незабываемая атмосфера, ощущение сказки, наяву и возможность ненадолго вернуться в детство. Все это вкупе можно прочувствовать под сводами Кисловодского цирка, в котором сейчас представлен уникальный аттракцион с участием самых грациозных и величественных кошек в мире – львиц и тигров. Силу Рыка, родом из Дикой Саванны, испытали на себе зрители представления, среди которых оказалась и Фатима Даурова. Вот прозвенел звонок, оповещающий о начале путешествия в мир феерического шоу. Белое пужистое облако из дрессированных собачек завладело вниманием зрителей с первой секунды. Их веселый, задорный номер вызвал первые улыбки на лицах малышей и их родителей. А воздушная гимнастка Любовь Улянкина, покорившая сердца многих зрителей зарубежных стран, заставилась замереть весь зрительский зал в созерцании неповторимой грации и красоты. Она бесстрашно бросила вызов гравитации, паря под куполом арены и вплетая замысловатую хореографию в воздух. А жонглер, как мастер своего дела, продемонстрировал ловкость рук, доведенную до совершенства, которая вызвала у зрителя ощущение невесомости исполнения. Волшебный мир наяву преподнес залу и экзотическую красоту величественных птиц, с ловкостью заменивших крылья на педаль мини-велосипедов и великолепную дрессуру обезьян и пони, которые заворожили зрителя сочетанием акробатических элементов с профессиональным умением наездничества. Но попробуйте рассмешить полный зал. Веселый клоун без особых усилий втягивал зрителя в свой мир юмора, тонко взаимодействуя с каждым человеком, маленьким или взрослым. Последние смеялись во весь голос, совсем как в далеком детстве. А клоун тебя не рассмешил? Обалденный клоун. Хороший клоун. И вообще все очень хорошие. Потрясающе. И детям очень понравилось. Спасибо большое за такой праздник, который нам дарили. И дарят, и еще будем смотреть. Парад велофигуристов под руководством Леонида Ткаченко – единственный номер в России, уникальный в своем роде, где артисты цирка показывают мастерство владения жанром, исполняя завораживающие трюки фигурной езды. И вот после антракта на манеже Кисловодского цирка легендарный аттракцион «Империя львиц». Увлекательное представление с участием самых опасных хищников планеты – львиц и тигров. Животные под руководством Виталия Смоленца, единственного в мире дрессировщика, который выступает на протезах, получившего все призы Всемирного фестиваля циркового искусства. Зрители стали свидетелем того, как львица спокойно села кусок мяса изо рта дрессировщика. И только заслуженное человеком доверие перед хищником обеспечивает безукоризненное исполнение номера. Вершина мастерства, я считаю, это подача номера. Когда он легко смотрится, когда он легко идет, и когда вызывает у зрителей, что тут ничего сложного нет, это и есть вершина аттракциона. Программа просто захватывающая. Фейерверк эмоций, грации, пластики, необыкновенная дрессура. Приходите в Кисловодский цирк. Мир цирка наполнен чудесной мечтой, которую предлагает Кисловодский цирк, ждущий больших и маленьких зрителей на захватывающее представление. А те, кто его уже посмотрел, пожелали крепкого здоровья самому мужественному, целеустремленному и сильному дрессировщику в мире. Добрый молодец, свят Иванович, добра здравия, добра здравия. Фатима Дурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Галка». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова